Одной передачи для этого, честно говоря, мало, но я надеюсь, что это только начало, что будут еще передачи, касающиеся симбиоза, касающиеся паразитизма среди, скажем, некоторых растений, среди грибов, и вот все вместе, может быть, для затравки этого будет на первых порах и достаточно. Не подлежит никакому сомнению, что симбиоз во всем его многообразии, в том числе и паразитизм, как его составляющая, оказали громадное влияние на ход эволюционных процессов на Земле вообще. Ну, что такое паразиты? Сейчас речь пойдет именно о паразитах. Параситес в переводе с греческого – это нахлебник, пожалуй, самый хороший его перевод. То есть организм, питающийся за счет другого организма, соками пищи другого организма. Кто такие паразиты? Ну, скажем, малярины и плазмодии. Некоторые гельминты, аскориды, вши, блохи, клещи, клещи, тараканы – это паразиты ли? Вот малярины и плазмодии, аскориды, вши, блохи – это паразиты. А вот тараканы – не паразиты, а свободно живущие организмы. Все дело в том, что паразит не может существовать без своего хозяина. А вот тараканы могут, им никакой хозяин не нужен. Правда, для таких организмов, как тараканы, есть свое определение. Определение – это синантропные организмы, приближенные к человеку, ну, как, например, некоторые мыши, крысы, некоторые грызуны. Паразитизм. Паразиты бывают временные и невременные, стационарные. Временные паразиты – это, так сказать, паразиты, которые связывают с хозяином только процессом питания, приходят на хозяина питаться. Стационарные, которые живут на или в хозяине более или менее продолжительное время. Паразиты могут быть экто, то есть живущие на поверхности тела хозяина, и эндопаразиты, живущие внутри, в полостях, в клетках, в тканях хозяина. Паразитологи часто именно таких паразитов называют истинными паразитами, ведущие эндопаразитический образ жизни. Есть еще переносчики. Ну, скажем, малярийные комары – это не паразиты, но они переносят паразитов. Они являются переносчиками, отчасти хозяевами, потому что трудно назвать малярийного комара, уже до конца, так сказать, переносчиков. В нем паразит частично развивается. Что такое паразитизм? Примерно за 100 последних лет появилось около 50 различных определений паразитизма. Но среди них нет ни одного, пожалуй, который бы полностью удовлетворял биологов. Правда, справедливости ранее надо признать, что среди них практически нет и ошибочных. Просто все они разные, в известной степени однобокие, характеризующие паразитизм с разных точек зрения. Биолога, морфолога, систематика, медика, ветеринара, физиолога. Вот паразитизм – это форма взаимоотношений двух различных организмов, принадлежащих к разным видам и носящий антагонистический характер. Когда один из них, то есть паразит, использует другого хозяина в качестве среды обитания и источника пищи, возлагая на него регуляцию своих отношений с внешней средой. Вот это определение, ну, можно считать, что, можно так сказать, что это классическое, энциклопедическое определение. Экологическая обусловленность паразитизма, взаимосвязь паразитов с хозяином, взаимосвязь их обменом – это основные составляющие паразитизма. Так сказать, питательная среда, в котором развивался и развивается сейчас паразитизм, идет процесс эволюции паразитизма. А вот такие составляющие, как патогенность паразитов, обратный процесс – влияние хозяина на паразитов, формирование простых или сложных паразитарных систем. Это следствие, своего рода эволюционные этапы существования паразитизма. Если что-то меняется в питательной среде, эволюционный процесс паразитизма, ход эволюционного процесса может ускоряться или замедляться. Ну, например, в какой-то стадии развития какого-то паразита, я не знаю, повезло или нет, но во всяком случае она меняет возможности, она выходит, скажем, перестает существовать только в организме хозяина. И может выходить в окружающую, во внешнюю среду. И при этом ни больше, ни меньше, как менять свой тип обмена. Скажем, из анаэробного переходить частично или полностью к анаэробному обмену. Это очень серьезный процесс. Серьезный и длительный процесс. Это сулит массу выгод такому паразитическому организму для его дальнейшей эволюции. Или, например, другой пример. В результате каких-то катаклизмов на Земле вымирает или частично, полностью вымирает или частично сокращает свою численность какой-то один вид или сразу целая серия видов хозяев паразитов. Паразиту необходимо приспосабливаться к другим организмам и видеть уже в них своих хозяев. Круг хозяев меняется. Вот это замедляет процессы адаптации паразита, так сказать, замедляет процессы адаптации, замедляет процессы поступательные, процессы эволюции какого-то конкретного паразитического организма. В свое время, где-то в начале, в середине между 20-ми и 30-ми годами прошлого века, был подмечен очень интересный факт. Его подметил профессор Кнор, и тогда еще студент Кнора. Он касается вот чего. Мы не знаем ни одной группы паразитических организмов, которые бы отошли от паразитизма и вернулись к свободному образу жизни. К свободно живущей организме. Это очень интересный факт. Прошло уже где-то больше полусотни лет, сотни лет подбираются, но мы до сих пор не имеем фактов обращения паразитов в свободно живущих организмах. Я думаю, что этого и не будет. Просто мы постепенно осознаем, что паразиты, стратегия эволюции паразитизма, заключается в захвате всех четырех жизненных средств. Или по-вернадскому, так сказать, водной, наземной, воздушной и биологической среды. При возможности перемен этих средств по наиболее выгодной для конкретных паразитов схеме. Иными словами, паразиты наиболее приспособлены к выживанию в земных условиях организма. И взаимоотношения паразитов со средой своего обитания гораздо сложнее, чем у свободно живущих организмов. Они как бы завязывают в единый узел свои собственные экологические устремления, экологические связи с экологическими связями своих хозяев, то есть в свободно живущих организмах. А вот со своими хозяевами паразиты связаны теснейшим образом, связаны очень сложными паразитно-хозяинными взаимоотношениями. которые проявляются решительно во всем, во всей иерархической лестнице, начиная от молекулярных, так сказать, связей на молекулярном уровне и кончая связями на социо-экосистемном уровне, популяционном и, в конце концов, на экосистемном уровне. Паразиты, паразитизм – это составная часть симбиотических отношений. Вот если бы вдруг появилась необходимость изменения названия нашего института, вот моего института, в котором я работаю, Института паразитологии Российской Академии Наук, то его можно было бы, наверное, правильнее назвать Институтом сложных биологических отношений или Институтом симбиотических отношений. Сколько паразитов на свете? Ну, точно это пока не знает никто. Был период, когда... Причем точно на этот вопрос сейчас, пожалуй, не ответит действительно никто. Это зависит от многих причин. Ну, во-первых, каково, собственно, считать паразитом? Точного ответа на этот вопрос нет. У нас вы говорили о вирусах. Да, 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 но вирусы не организм. Если уж не пошли. А среди организмов даже не все ясно. Уж не говоря о вирусах. И вот был период, когда вирусы и некоторые паразитические бактерии вообще были вычеркнуты из списка паразитов. Хотя они на самом деле являются самыми настоящими паразитами. Да, они не организмы. Просто информационные молекулы, одетые в некую оболочку белковую. Вирусы, бактериофаги, вот все вот эти вот вещи. Но тем не менее они паразиты. Это не принималось во внимание. И поэтому точного списка паразитов еще совсем недавно просто не существовало. Были такие, например, мнения. Из 65 классов организмов 31 класс имеют паразитические формы жизни. И 11 классов являются полностью паразитами. Это вот то, что я сказал, это было примерно полвека назад. Ну, а как дело обстоит вот сегодня? Как с современных позиций мы можем на это, на все посмотреть? Вот сейчас, да, вот эта таблица. Я не рассчитываю на то, что эта таблица здесь сейчас будет изучаться. Бог с ней. Дело совсем не в этом. Ее можно дальше еще прокрутить. Здесь первые две вертикали, вот это вот и вот это. Да, причем я сразу прошу прощения, это не моя вина. Те названия латинские, а латынь, которые здесь дается, я не стал менять оригиналы, хотя они выглядят довольно странно с точки зрения специалистов. Я взял их здесь так, как дали Грумбридж и Дженкинс из совсем недавно появившейся книги «Глобал биодиверсити» «Биоразнообразие 2000 года». Ну, что новее может быть. Во второй графе это число видов в этой группе. А вот третья вертикаль – это уже мое произведение. Третья вертикаль создавалась в течение примерно двух лет. И она еще не закончена. Трудно, практически невозможно в этой самой третьей вертикали указать точное или хотя бы приблизительное число паразитических видов. Поэтому я ограничился пока лишь качественными вот крестиками. Три крестика – это означает, все организмы в этой группе являются паразитами. Два крестика – это примерно половина, ведущие паразитический образ жизни. Где-то 40% вот так. Один крестик – это означает, что там есть паразитические организмы в этой группе. Прочерк – их нет. А вопрос? Вопрос есть, вопрос есть. То, в чем мы не уверены. И, вероятнее всего, она еще не закончена. Кстати сказать, здесь вот на вашей передаче она показывается вообще впервые. О ней говорилось, я на ней, о ней, вот по этой таблице говорил на одном из докладов по теоретическим проблемам паразитологии на семинаре в отделении биологических наук в Академии. Но, вот, так сказать, для широкого круга она показывается впервые. Поправьте меня, если я ошибаюсь, у меня сразу возник вопрос. Получается, что количество паразитов, количество видов паразитов должно быть большим, чем количество свободно живущих? Я тоже не согласен. Ну, больше может быть не больше, хотя есть такое мнение. Это совершенно... Я знаю паразитологов, которые считают, что количество паразитов больше, чем число свободно живущих видов. Если учитывать вирусы. Если учитывать некоторые паразитические бактерии. И еще один вопрос на понимание. В определении было сказано, что хозяин и паразит обязаны иметь антагонистические отношения для того, чтобы их отношения были признаны паразитическими. Насколько это верно? Раз вы говорите о симбиозе. Вы коснётесь. Хорошо, тогда я отладываю. Во-первых, да, сейчас Людмила Санна будет об этом говорить. Но то, что я... Вот это вот определение, которое здесь было. Я сказал, что это энциклопедическое определение. Общее. Которое можно взять из энциклопедии. Я взял из биологического энциклопедического слов. Потому что на его фоне я говорю, что... А дальше каждый вносит в это определение здесь что-то своё. Но и антагонистические здесь не совсем. Которое всего, правильно. Это верно. Ну вот, если можно, я продолжу. Да, конечно. Из всего, что здесь уже успел сказать Сергей Алексеевич, выясняется, что среди специалистов-паразитологов до сих пор нет согласия по, казалось бы, главному вопросу, кто такие паразиты, что такое паразитизм. Казалось бы, ситуация парадоксальная. Но она не случайная. Она имеет свои причины, объективные и субъективные. Если можно, картинку покажите, четвёртую. Ой, как быстро показали. Так вот, субъективные причины кроются в том, что паразитология подвержена очень сильному антропоцентрическому влиянию, которое состоит прежде всего в перенесении представлений о пользе и вреде из мира человека в мир живой природы в целом. И так было всегда. Немалую роль в этом сыграла и история, сама история, в том числе и семантическая история понятия паразит. Так сложилось, что очень рано понятие паразит приобрело такую негативную окраску и уже давно ассоциируется с понятием вреда. Более того, в нашем сознании, в сознании обывательском и в сознании даже научном, вот эти два понятия паразит и вред, ну, а просто неразделимы. Поэтому не случайно, что подавляющее большинство существующих ныне определений паразитизма в том или ином виде содержат критерии патогенности, вредоносности в качестве главного. И справедливости, надо сказать, что вот это проявление патогенности, оно часто очевидно. Вот достаточно посмотреть на картинки, которые сейчас на экране, чтобы в этом убедиться. Здесь не к ночи будет показано, действительно, но телевидение показывает иногда еще более страшные вещи. Так вот, здесь показаны страшные такие поражения, которые вызываются разными видами паразитов у человека. Спасибо, если можно, следующее, пусть она там болтается, потом я не скажу. Что касается объективных причин, то они состоят в том, в трудности разграничения с позиции критерии пользы вреда явлений паразитизма от сходных с ним, очень близких явлений существующих в природе. Все эти явления, так же, как и паразитизм, всегда связаны с формированием ассоциаций организмов. Очень быстро потом вернуться к этой картинке, да? Они связаны с формированием ассоциаций организмов, принадлежащих к разным видам, то есть к разновидовым ассоциациям. Таким ассоциациям, в которых партнеры очень тесно взаимодействуют, буквально на уровне физического контакта. И вот обычно выделяют три, если можно покажите эту картиночку, три основные формы, три основные типа вот таких вот разновидовых ассоциаций. Здесь вот на схеме мы видим соотношение этих понятий. Значит, симбиоз – это любая форма разновидового сожительства, независимо от того, какие взаимоотношения складываются между партнерами. Коменсализм – это односторонний выгодный симбиоз. Паразитизм – антагонистический симбиоз, при котором паразит извлекает пользу от сожительства с хозяином, принося ему взамен вред. И, наконец, мутуализм – это взаимополезное сожительство, взаимополезный симбиоз. Вот трудности разграничения этих понятий, они связаны с тем, что сам критерий, на основе которого они выделяются, субъективен и относителен. Уж если говорить о субъективности этого критерия, то как-то сразу напрашивается и хочется задать такой риторический вопрос – а судьи кто? Ведь нет природных явлений, плохих или хороших, вредных или полезных, такими их делают наши оценки. А они, согласитесь, всегда так или иначе в той или иной мере субъективны. Но один критерий здесь есть. Если паразит приносит непоправимый вред организму хозяина, вызывая его смерть, то он таким образом убивает и сам себя. То есть это есть некая нецелесообразность. Нецелесообразность. Я об этом немножко дальше еще скажу. Это уже хищник, а не паразит. Да, совершенно верно. Хищник, ведущий паразитического образа. Ну, просто хищник. Вот. И вот в чем, значит, вот я вот сказала о субъективности, да, потому что оценки все-таки вот они с нашей стороны. И тут не обойтись, конечно, без субъективных оценок, хотя, конечно, объективные какие-то критерии существуют. В том случае, если проведены специальные предметные исследования, когда мы можем говорить не основываясь на эмоциях только, а основываясь на каких-то точных научных фактах. Вот. Если говорить об относительности критерия, вот, критерия пользы вред, то об этом говорят факты. Сейчас мы хорошо знаем, что имеются виды паразитов, которые приводят к разным последствиям не только у разных хозяев, но даже у одного и того же хозяина. Вот я приведу два примера. Есть такой жгутиконосец трепаносома круцией, паразит, кровяной паразит позвоночных животных. У человека он вызывает тяжелую форму сонной болезни, которая очень часто заканчивается смертельным исходом. А для диких животных, копытных, скажем, для антилоп, он безвреден, этот жгутиконосец. Или второй пример. Всем хорошо известная бактерия кишечная палочка. Она обитает в кишечнике человека и никакого вреда ей не приносит. Более того, она оказывается полезной, поскольку синтезирует так нужные нам витамины группы В. Но стоит этой палочке попасть в кровяное русло, как она становится смертельно опасной, поскольку может вызывать сепсис. Если можно, следующую я буду о ней сейчас скоро говорить. Так вот, невозможность удовлетворительно определить паразитизм с точки зрения примата патогенности приводит к мысли о необходимости выйти за пределы патогенетической концепции. А это требует смены парадигмы. Вот сейчас мы с вами попробуем это сделать. Давайте посмотрим на разновидованные ассоциации организмов не с точки зрения отношения пользы вреда, которые, конечно же, между ними существуют, а с точки зрения типа среды обитания участников этих ассоциаций. Вот мы будем рассматривать только правую схему, на левую не обращайте внимания. Вот в ассоциациях первого типа оба партнера обитают в одной и той же общей для них среде. Обычно это среда биокосного типа, то есть водная, почвенная и так далее. Причем каждый из партнеров взаимодействует с этой средой непосредственно. Но тем не менее они живут вместе, потому что к некоторым факторам общей для них среды обитания они предпочитают приспосабливаться не путем изменения своей собственной организации, а используя уже готовые какие-то свойства, подходящие для них, имеющиеся у партнера. Вот именно такой тип ассоциаций наш соотечественник Афанасьев называл симбиозом или симбиотическими ассоциациями. Можете привести пример, чтобы стало понятно? Да, конечно. Я вот что хочу сказать, что в таких ассоциациях, в этом типе ассоциаций, можно встретить все вот эти типы, о которых мы только что говорили. И мутуализм, и комменциализм, и паразитизм. В зависимости от того, в каких отношениях находятся... Но главное здесь условие, что они находятся в общей среде. Они в общей среде, но они тесно рядом, и используют какие-то особенности. Но соприкасается каждый из них с этой средой, так или иначе. Да, вот это вот обязательно, так сказать, условие. Но каждый из них использует, или односторонний один, который может быть нейтральным, использует какие-то особенности своего партнера для того, чтобы лучше приспособиться к этой среде. Я бы, правда, именно к этому типу ассоциаций отнесла бы еще и эктопаразитов. Может быть, это покажется странным моим коллегам-паразитологам. Почему? Эктопаразиты живут на поверхности тела своего хозяина, и они прямо взаимодействуют и непосредственно с той средой, в которой живет и хозяин тоже. Ну вот, а в ассоциациях второго типа, вот самый правый крайний, так сказать, рисунок, партнеры, один из партнеров поселяется и обитает внутри тела другого, которого обычно называют хозяином. Здесь складывается принципиально иная ситуация. Оба партнера, то есть эти партнеры, оказываются обитателями разных сред. Хозяин живет в биокосной, скажем, водной среде, а его внутренние обитатели, я называю их онтобионтами. Чуть позже я объясню, почему. Они оказываются обитателями живой среды, очень специфической живой среды, которая представлена живым организмом их хозяина. А я продолжу разговор об онтобиотических ассоциациях, которых в природе существует несметное множество. Более того, вы знаете, я думаю, что вряд ли найдется на земле организм, внутри которого никто бы не жил. Вот такое у меня, так сказать, есть убеждение. И вот эти ассоциации онтобиотические, их можно классифицировать, используя разные критерии, в том числе и критерии отношения пользы вреда, которые, конечно же, между ними существуют. И если мы это сделаем, то мы обнаружим среди онтобиотических ассоциаций все, вероятно, известные типы их. Ведь дело в том, что патогенность, как и некоторые другие специфические особенности онтобионтов, в том числе и паразитов, потому что паразиты входят в онтобиотический тип ассоциаций, они есть всего лишь навсего последствия или следствия поселения онтобионта внутри живого организма хозяина. Ведь вся жизнедеятельность онтобионта, происходящая во внутренней среде живого организма, не может не оказать на него какого-то влияния, безусловно. Но отнюдь не всегда вот это проявление патогенности, оно обязательно, что ли, или неизбежно. Это все зависит от того, каким путем пойдет процесс взаимной адаптации онтобионта и его хозяина. И уж если говорить о паразитах, о вредных, так сказать, существах, то неплохо было бы, наверное, помнить, что катастрофический или фатальный вред своему хозяину паразиты приносят достаточно редко все-таки. Потому что общая стратегия паразитов, как и вообще любого антобионта, она, образно говоря, не проедать капитал, убивая своего хозяина, а жить на проценты с него. Но, тем не менее, у паразитов это случается. Но даже вот такие высокопатогенные паразиты, они от них не заинтересованы в уничтожении хозяина как вида. Иначе это означало бы, соответственно, уничтожить свою среду обитания. Соответственно, они должны иметь какой-то путь перехода от хозяина к хозяину. Это очень сложные вещи, которые мы в этой программе, к сожалению, затронуть не успеем. Так вот, обычно такое сильное ослабление хозяина, либо даже сильно ослабляет хозяина, или даже убивает его, паразит только тогда, когда без этого невозможно или сильно затруднена реализация жизненного цикла паразита, то есть сохранение его как вида в природе. Когда вид на вид, да, тут уже... Совершенно верно. И когда... Ну, вот этот катастрофический вред, который, безусловно, случается, и в природе мы знаем такие примеры, он всегда бывает скомпенсирован на уровне популяции. Всегда. Такие паразиты чаще всего заражают незначительную часть популяции хозяина. В норме. Но при чрезмерном размножении хозяина, когда плотность его популяции сильно возрастает, естественно, что увеличивается возможность массового распространения паразита. И он распространяется. И регулируется. Высокопатогенный. Совершенно верно. Он вызывает эпидемическую вспышку, идет массовая гибель хозяина, при этом резко сокращается численность популяции хозяина, но вслед за этим тут же идет и на спад само заболевание. И, в частности, еще и потому, что в оставшейся части, выжившей части популяции хозяина возрастает доля устойчивых к данному возбудителю хозяев. Вот таким образом паразит как бы выступает в качестве регулятора, удерживающего на каком-то определенном уровне численность хозяина. Вот если хотите, вам один штрих, один только штрих к портрету паразита как нормального, естественного сочлена природных сообществ. Так вот, исключением из правила вот такого являются эволюционно молодые или совсем новые ассоциации антибиотического типа, у которых изначальный антагонизм еще не сглажен в процессе, так сказать, совместной эволюции естественным отбором. Что касается вирусов. И вирусов, вы знаете, и не только. Я приведу другой пример, касающийся вовсе не вирусов. И в таких случаях действительно острые ситуации могут возникать уже и на популяционном уровне и приводить к пагубному такому влиянию на состояние популяции хозяина. Вот я приведу очень хорошим примером. Я имею в виду смертельные эпизоотия у ценной осетровой рыбы аральского шипа, которая случилась в Арале еще в 1936 году, которая вызвана сосальщиком Ницше Стурионис, несвойственным данному шипу, но который был завезен в Арал из Каспия в количестве 90 экземпляров всего, севрюга. Он был завезен севрюгой, 90 экземпляров, которые были из Каспия интродуцированы в Арал. Тогда модно было заниматься клиницированными мероприятиями, и вот и завезли. И если он для естественного хозяина, для севрюги этот сосальщик особой опасности не представлял, то вот коренному жителю Арала, который еще ни разу не встречался с этим паразитом, в общем, досталось крепко. Так что его популяция практически была подорвана нацело еще до того, как Арал вообще перестал существовать как серьезный водоем. Вот. Так вот, такие вот отношения, вернее, скажем так, различия между ассоциациями онтобиотического типа по признаку вот вреда, пользы, они, в общем-то, не столь и существенны в рамках той парадигмы, о которой я сейчас говорю. Важнее, что все онтобионты, в том числе и паразиты, и мутуалисты, они освоили одинаковый тип среды, очень специфической среды, живые системы. И вот эта смена парадигмы, она, как мне кажется, позволяет осознать поразительные вещи. Ну, во-первых, начнем с того, что на каком-то этапе эволюции жизнь начала осваивать не только водную, наземную среду, но еще один предельно крупную сферу, самое себя. Или совокупность всех живых организмов. Кстати, вот эту совокупность живых организмов академик Павловский называл онтосферой, от онтосущей. Вот откуда название термина, который я предлагаю, онто-бионты и онто-биоз. Это первое. Второе становится очевидным, что это, вот освоение живой среды обитания, это нормальный, естественный и неизбежный процесс, в который, с одной стороны, бесполезно, а с другой стороны, небезопасно, а может быть даже и преступно, вмешиваться, пытаясь без достаточно серьезных причин и грамотных биологических обоснований бороться с какими-то онто-бионтами, неугодными человеку. И, наконец, становится очевидным... Вмешательство может быть... Вмешательство может быть пагубным. Очень пагубным. И для естественной экосистемы, и для самого человека. Потому что масса этих заболеваний, с которыми мы сейчас сталкиваемся, все эти спиды, лихорадки Эбола и так далее, а с моей точки зрения, это в огромной степени может плата за то, что человек слишком активно вмешивается в природные экосистемы. Так вот, и последнее, и главное, как мне кажется, это становится очевидным, что освоение живой среды обитания, оно представляет собой крупномасштабные события в эволюции жизни на Земле, поскольку вклад в формирование многообразия видов вот этим онтабиозом, освоением, так сказать, живой среды обитания, он ничуть не меньше, если даже не больше, чем процесс выхода, скажем, жизни из океана на сушу. Это вполне сравнимое явление, даже если... Мне даже кажется, что масштабы значительно больше вот у онтабиоза. Ведь онтабионты освоили, по сути дела, все уровни организации жизни, начиная от самых примитивных бактерий, у них есть свои онтабионты, и кончая самыми высокоорганизованными млекопитающими в лице человека. А у онтабионтов бывают онтабионты? Да. Паразитов бывают? Да, бывает. Сверхпаразиты, их называют паразитологи, понимаете, но называть паразитами или нет, повторяю, нужно доказать... Поэтому я сказал онтабионты. Совершенно верно, бывают. Это, конечно, не беспредельный процесс, как вы понимаете, это пирамида, но бывают. Так вот, оказалось даже, что более того, онтабионтам стали доступны все части живого организма. Отдельные клетки, ткани, органы. Системы, да. Да. Оказалось, что, скажем, внутриклеточные паразиты могут даже населять или, так сказать, поселяться в святая святых клетки, в его ядре. И вот это вот огромное разнообразие очень специфических мест обитания, оно уже само по себе объясняет то огромное видовое разнообразие онтабионтов, которые заселили эти места обитания. Поэтому я думаю, что вряд ли будет преувеличением утверждать, что существующее ныне на Земле разнообразие видов, вот многообразие видов в огромной мере обязано вот экспансии жизни и самоё на себе. Живая среда обитания, она привлекательна весьма, так сказать, для заселения. Почему? Потому что живые организмы обладают целым рядом специфических весьма свойств, которые являются для возможных, так сказать, обитателей её, ну, если можно, так сказать, экономически привлекательными. Ну, хотя бы, я назову только одно, так сказать, свойство, ну, хотя бы вот практическая неисчерпаемость живой органики. Организм в процессе своей жизнедеятельности постоянно себя самовозобновляет. И это усилие хозяина, так сказать, да, анионта-бионта, который потом будет в нём жить. Ну, и ещё ряд других есть. Стабильность среды, наверное. Совершенно верно. Гомеостатичность. Вот, как замечательно. Вы знаете, вот иногда дилетанты, в точку попадают вопросами и некоторыми замечаниями. Очень приятно. А, но с другой стороны, вот освоение живой среды обитания, вот на пути этого освоения, встречаются очень крупные и очень серьёзные проблемы. Они вызываются и порождаются другими специфическими и фундаментальными, в том числе, свойствами живого организма, как возможной среды для обитания. Таких свойств много. К сожалению, вот сейчас невозможно об этом здесь этот вопрос затронуть. Но каждый состоявшийся онтебионт, уже состоявшийся онтебионт, он прошёл свой очень длительный эволюционный путь, очень непростой путь приспособления вот к этим специфическим свойствам живой среды обитания. И вот одни в результате пришли к паразитизму, а другие пришли к мутуализму, то есть взаимополезность. Но все антебионты начинали как свободно живущие организмы. Совершенно верно. Да, как свободно живущие организмы. А обратной дороги, как мы поняли, нет уже. Да, обратной дороги, видимо, нет. Так вот, я хочу ещё одну вещь в связи с этим сказать, что вот это вот букет целый, проблем, вот связанный с тем, как преодолевали, и насколько непрост путь к такой, казалось бы, безбедной жизни у паразитов, и не так уж она и легка у них, и уж во всяком случае не так легок путь к этой жизни. Дело в том, что если паразитологии удастся сменить парадигму, то она выйдет на новый фундаментальный уровень, и ей будут по плечу и такие проблемы. Но это непросто сделать, потому что придётся отказаться от примата вот патогенетической концепции. Это непросто сделать при сохранении прежнего понятийного и терминологического аппарата с одной стороны и традиции, инерции научных традиций. Но, и поэтому, если же этого не случится, то мне представляется, что паразитологии уготована судьба прикладной науки. Но перед этим она выполнит высокую миссию. Она просто обречена на неё. Она должна породить новую фундаментальную науку, которая уже давно в её недрах зреет. И эта новая наука будет заниматься поисками общих закономерностей возникновения и развития жизни внутри жизни. Я не знаю, когда возникнет или оформится эта наука, я не знаю, как она будет называться, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы она называлась онтобиологией. Эволюционная онтобиология. Эволюционная онтобиология, да, общая онтобиология. Может быть, я успею вот о чём рассказать. Паразиты не бывают без своих хозяев. И каждому паразиту свойственен свой простой или очень сложный жизненный цикл. Можно, априори, можно было бы считать, что сколько видов паразитов, столько и, так сказать, число паразитарных систем должно соответствовать числу видов паразитов. Ну, это совсем так. дело в том, что паразитологи сопрягают паразитарные системы не с видом паразитов, а со стадиями их жизненных циклов. А некоторые паразиты имеют очень сложные жизненные циклы. Вот сейчас на экране показан сложный, один из самых сложных жизненных циклов, одного из очень широко распространённых в России паразитов, которые вызывают, если вот сейчас передачу смотрят сибиряки, они это прекрасно понимают, потому что это знаменитый аписторхис филинеус, вызывающий аписторхоз. Россия держит первое место в мире по первичному раку печени, перекрывая все остальные регионы примерно в 7 раз на фоне аписторхоза. Это крошечный гельминт, я не знаю, я могу его показать вот там на жизненном цикле наверху он показан, здесь, я не знаю, может быть, может быть, так вот лучше, туда, ту камеру, да, ну, может быть, хоть какое-то будет представление о нём, он крошечный, меньше одного сантиметра, плоский крошечный гельминт. Но в своё время, во время войны в одном из концлагерей умер сибиряк. И немцы своей немецкой педантичностью вскрыли его и обнаружили врачи обнаружили в нём 64 тысячи аписторхисов в печени этого сибиряка. А на жизненном цикле вот на этом можно видеть, что то, что сверху, над чертой, вот это вот над чертой, это окончательный хозяин. Кошка, собака, свинья, человек. А дальше идёт сложнейший жизненный цикл. Яйца попадают в воду, развиваются в моллюсках. Это сложный цикл партеногенеза, последовательно, многостадийный цикл партеногенеза. Окончательных хозяев примерно 60 с лишним видов у этого одного вида паразитов. Промежуточных хозяев 3, 4, 5, в зависимости от того, как сейчас систематики молокологи представляют себе вот эту группу переднежаберных моллюсков. И около 20 видов дополнительных хозяев рыб семейства карповых. В наших широтах это же тоже рыба. До колоссальной территории Российской Федерации. Это карп, карась, Это как раз не карп. Вот карп не заражается, ничего не поделаешь. Биохимия виновна. А ясь, елец, чебак, если это сибирь, краснопёрк, если это Украина, Волва обыкновенная, если это Волжский бассейн. Имеется много изолятов. Это вот колоссальная территория, на которой он распространён. Каждый изолят со своими группами хозяев. На этом цикле я бы хотел показать ещё один пример. Пример антропопрессии, вмешательства антропогенного человеческого фактора в жизненный цикл паразита. Вот то, что здесь показано, это один из самых свежайших примеров изменений экологической обстановки внутри крупных городов и создания, другого слова, я не подберу, именно создания, формирования экологической, паразитологической, медико-экологической или паразитологической проблемы крупных городов. Если у нас, то это Москва, Санкт-Петербург, а вообще-то говоря, это по всему свету, по всему земному шару. Это так называемые шистозоматиды. Настоящих шистозом у нас, к счастью, нет. Вот в средней полосе. Это удел Африки. Там большие шистозомы, шистозомы, менс, гиботобиум, кишечные, мочеполовые шистозомы, которые болеют население в 72-х или в 73-х, я сейчас могу ошибаться, странах мира. На втором месте просто малярии. Вот это вот заболевание шистозомоза. Но у нас есть птичьи шистозомы, трехиблигарца цвета, которые могут поражать человека. В силу некоторых сходств и возможностей проникновения вот этих вот личинок циркариев в кожу, под кожу человека, в результате эйкосоноидов, лейкотриенов, которые есть у циркариев, которые могут, которые облегчают им проникновение в кожу человека. А мишень человеческая гораздо предпочтительнее мишени лапки утки. Ну, нога купающаяся тетя Маша или лапка утки крошечная. То есть, они, если человек пользуется водой, водоема для купания, они очень охотно и активно на него нападают. Вот здесь на этой схеме как раз и показан этот самый жизненный цикл. вверху окончательные хозяева это утиной птицы, дальше идет яйца, попадают в воду, здесь уже личинки плавают, они просто находятся в яйцах и не ждут, пока их моллюск съест. Они активно находят моллюска, это сложнейший поисковый режим, так сказать, как торпеда самонаводящаяся, находят этого моллюска, идет дальше цикл партеногенеза, циркарии выходят в воду, и вот тут вот таким вот зигзагом влево показано существо проблемы, то есть внедрение в человека, а не в своего окончательного хозяина, не в утку. Это следствие антропопрессии, это следствие вмешательства человеческого фактора, это следствие паразитарного загрязнения, если хотите, за что несколько человек, я в частности получил диплом на открытие несколько лет назад. В описании вот этого явления связанного с антропогенным вмешательством.